как сидел брат его колония любом случае человеку дает возможность какие-то для себя условия создать да я отремонтировал себе кубрик за свой счет конечно и жил там спокойно ты не на корабле какой кубрик какой к черту кубрик называется кубрик это называется кубрик что такое кубрик но есть барак и бараки с общем с общей располагой с общем расположением где 100 человек лежат а есть коридорчик с кубриками комнатками это вип-обслуживание да нет очень многие так делают но ты приходишь и тебе говорят ты будешь жить здесь заходишь там стены покрытой плесенью там ну просто мрак и ужас ты говоришь ребят а можно я кому надо там перечислю денег в магазин какой-то вы завезите стройматериалы то есть не завхоза уйдешь отдаешь тоже многие приходят и отдают кому нему какой-нибудь зэку который там самый на этот момент такой кажется людям что может что-то решать а есть люди типа меня которые говорят я перечислил какой-то магазин вы завезите стройматериалы мы сами своими силами все сделаем и так сделал все и вы вот так существовать их спокойно ходил спортзал смотрел на людей запоминал дневников не вел писал людям жалобы к сон апелляционные много писал очень только это очень хорошо ты прокурор который сидел занимался бизнесом сейчас в правозащите юрист писатель дальше что что в цирк пойдем дальше что что дальше что ты будешь делать тебе 40 с небольшим лет тебя жизнь впереди я собираюсь заниматься тем чего занимать сейчас мне нравится я никогда не чувствовал себя настолько самореализованным как сейчас и ну это был поиск себя ты же тоже искал себя я пошел в прокуратуру следователем в следствие я хотел быть следователем мне это нравилось я проходил практику у следователей меня забрали из университета с пятого курса я потом занятия и даже на госэкзамен у меня опускали на один день вот утром отпустили я сдал госэкзамены после обеда я уже на работе и я наслаждался этой работой потом когда почему-то стали по должностям поднимать и когда ты доходишь на определенного уровня понимаешь ты командуешь и ты вынужден делать не то что правильно наши люди на земле следователи они по большому счету делают правильную работу ну вот труп вот из него торчит нож тебе нужно раскрыть это убийство и привлечь виновного к ответственности когда ты понимаешь что ты начинаешь гнаться за количеством дела тут в начале 2000-х пошло количество дел увеличивать каждый год количество уголовных дел направленных суд мы все думали когда же предел этому наступит откуда эти дела брать задача каждый следователь месяц не менее двух дел это должно да мне от начало двух тысячных поступило но если нет вот мелкий район нет дел у следователей и началось там придумывание давай из милиции что-нибудь заберем какую-нибудь кражу переклифицируем в кражу и проникновение в жилище понятно что проникновение жилище суде отпадет но тем не менее 139 это прокурорская статья но сейчас следственного комитета поэтому давай заберем кражу суде останется только кража в конец проникновение жилище уйдет но у нас уже палочка появилась мы делал суд направили и поэтому сейчас то что следственное комитете происходит это такая фальсификация массовая массовая к чему она приводит она приводит тому что все ищут максимально простые дела это 318 те же самые применение насилия отношения представителей власти полная абсолютно ерунда вместо того чтобы расследовать серьезные хорошие качественные дела там расследовать госзакупки к примеру которые не умеют расследовать и не собираются даже учиться и когда я стал то все видеть но отторжение конечно началось и стал понимать что много хороших людей правильных грамотных специалистов и фсб и прокуратуры в мвд тоже кстати есть очень качественные очень качественные следователи очень качественная опера в первую очередь это уголовный розыск конечно которых многих из которых я очень уважаю это бэп там есть очень сильные люди и они занимаются ерундой я не могу понять сколько же когда же наступит этот предел ерунды когда она количественно просто перерастет в какой-то качественный ступор знаешь претензии к преступникам что они такие мелкие какие-то правонарушения совершает и бедам квалифицированных следовательно приходится заниматься всякой ерундой нет нет у меня даже не претензии у меня абсолютно убежденность в том что что-то серьезное что-то действительно качественно стоящее расследуется выявляется расследоваться только когда это нужно кому-то а вот эта огромная правоохранительная махина занимается ерундой абсолютной ерундой почему не уезжаешь из россии почему я должен уезжать из россии ну конечно если начнется какое-то необоснованное давление интересы семьи конечно перевысит на превысит но в любом случае я считаю что нужно биться страну а ты жалеешь что-то не уехал перед тем как тебя посадили были такие мысли на были такие мысли я мог совершенно спокойно поехать купить например дом в испании и заняться недвижимостью и не переживать вообще ни о чем вообще-то это не сделал мне нравится жить россии мне нравится работать в россии ты решил отсидеть тебя же сколько ты 6 лет далее 4 будет 5 месяцев 4,5 года то есть ты должен был сесть в тюрьму я не знаю как это сказать как это применить как применить глагол должен к этому но видимо должен был рассел но возвращаясь к вопросу почему не в испании почему не уехал вот посмотри доктрину энергетической безопасности россии это небольшой совсем документ они же даже там в саму эту доктрину закладывают задачи какие выявлять методы выявлять более совершенные методы добычи углеводородов которые разрабатывают другие страны и это считается угрозой российской безопасности энергетической а как саму основу деятельности в энергетике закладывает расширение рынка сбыта углеводородов простых примитивных то есть достал из земли продал достал продал и ничего другого не планируется в этой доктрине давай поговорим про нефть и про и прокурор с прокурором окей вот история про трубопровод дружба вот в беларуси обнаружилось что нефть загрязнилась и саратов или самаре как обычно все путают нашлась таки банда из трех человека главе женщиной который по ночам сливала и слила там нефти аж на миллион рублей не знаю в тазике ведерки и потом я не знаю что с ней делала там у них есть какой-то видимо свой трубопровод и поэтому их арестовали вот они прокляты расхитители нашей собственности нашей матушки нефти это три человека сливают из нефтепровода в тазик нефть чтобы что вот чтобы что с ней делать чтобы делать это ее дома бензин что это такое это твои коллеги рассказывать всему миру что было испорчено нефть на 2 миллиарда долларов вот этими вот людьми с тазиками я тебе уверяю врезок в нефтепроводы много много люди мастера умудряются воткнуться в любой нефтепровод практически там такие есть акробаты и ну просто удивительные вещи творят врезаются это обычное дело и если пойти по всей протяженности этого даже даже этой дружбы я думаю в каждом регионе можно будет найти там в год несколько дел по врезкам нефтепровода но и нашли но и нашли сказали ну возьми за последний период где есть о есть самаре давай тащить этих людей а вот они и все испортили но это очень это очень смешно это очень смешно на это и есть нынешний уровень правоохранительной системы они сами в это верят не верит не в то что так сделали эти люди а верит в то что это можно нам сказать вот вы пострадаете вам не повезло джульта как говорят в прямую конечно конечно чё стесняться а тебе то что сказали когда тебя брали абсолютно лоб да а как тебе сказали у нас такой достаточно долгий был разговор я уже понимать что то что вы здесь написали это абсолютный полный бред тебя обвинили в том что ты участвовал в передаче взятки в передаче денег взятки да тоже тоже своим коллегам прокурором да а почему тогда у тебя статья не взятка 159 мошенничество потому что те люди которые взяли деньги потерпевшим они в итоге ничего не сделаю никому ничего не передавали из кидали кучу ошибок обычная история обычная история да при том что с мою роль потом в приговоре тем людям и писали так что я их нашел в москве и потребовал вернуть деньги потерпевшему но мне ввинили это как даже не с участия одного из исполнителей вот этого всего то есть и требовал у людей которые взяли деньги верну деньги потерпевшему поэтому это оказался в деле окей вот тебя берут ты знал людей которые тебя берут всех то есть твои коллеги ты знакомые твои друзья могут чуваши вот такой региончик он маленький вот она прокуратура республики где я проработал много лет и где я был начальником отдела руководил следственной прокуратуры мне говорят лёша смотри лишь вот ну алексей да вот смотри вот постановление о возбуждении уголовного дела возбудили его 10 дней назад вот мне кладут посмотри что скажешь и верну бред же конечно я думал что честно что-то связано с бизнесом потому что сама понимаешь бизнес особенно дороге это такая вещь где ты постоянно ходишь по грани тем более там я зам генерального директора совете директоров понятно что конфликтных ситуаций много там где-то проталкиваешь какого-нибудь читаешь не мать на дело а тут ерунда вообще полная песня гривен да теперь нет ерунда дело возбуждено ты задержан посмотри постановление о следственной группе 17 человек это много но это весь личный состав практически весь следственный отдел весь отдел экономической безопасности я понимаю что дело возбуждено 10 назад я задержан понятно что его направить суд и все это повзвешиваешь голове риски тем более сам ты в этом жил много-много лет сам ввел такие разговоры тоже с людьми сам такой же подонок как они по большому счету ничем в лучшую сторону я от этих людей когда сам работал не отличался совершенно никаких иллюзий по этому поводу не строю не говорю что я был ангелом нет я понимаю что я сяду в лучшем случае будет условный срок или ну давайте разговаривать вот 15 не разговаривали в там и я считаю что еще слава богу что так и я понимаю что они все захотят но система уже не даст сбой назад но не двинется назад система когда тех людей нашли возбудили в отношении них дело приговорили осудили за те же самые деньги за тот же самый эпизод моя досудимость осталась я тот приговор беру и пишу верховный суд ребята теперь то давайте по мне поговорим даже в принятии жалобы отказали это россия это так устроен правоохранительная система задний ход не дается думаешь подел серебряников будет задний ход думаю да нет не будет не думаю у меня уверенность в этом абсолютно и для того чтобы там все-таки остановилась я абсолютно уверен что там нужно будет вот прямое четкое такое высказывание первого чтобы владимир владимир сказал как-то вот бред собачий или как вот сейчас в послании в федеральном собрании ты слушаешь такие вещи я почитываю да там же классно ну там же такие вещи такие первых например добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей а временно может время время иногда то пусть походит в целой профилактике но постоянно не надо походил походил и все потом пусть работает дальше отдаился простроился живи а чем отличается отдаился от простроился отдаился ну наверно отдал все что нужно тут наверное не от слова давить от слова дать отдаился а простроился выстрел взаимоотношения каким-то образом это гораздо более бить на длительный период хронологии другая не разовая сделка выстраивание длительных отношений а вот мы сейчас сидим в беретской тюрьме штазе это похоже на те места где ты бывал да конечно конечно это и как прокурор и как сидели как прокурор и как сидели да я как прокурор мне много где было я же будучи следователем и дела в отношении сотрудников тогда уин назывался уголовно исполнительное управление исполнения наказания да 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 расследовал причем там тоже полковники разумные проходили и по взяткам и по побоям я правда этого не говорил когда сидел они на сотруднику что я вас сажал сам если я в тагиле тагил и к 13 красная утка в колонне для бывших сотрудникам так и называют да я не знаю эти молодые названием как возникло ну смешно и же там лебеди и дельфины тут красная утка обидно да нет смешно то есть для вас прокуроров отдельный переход построили то есть для вас отдельной колонии пионерский лагерь позже 2015 году ты писала про эту колонию когда тебя не пустили ты очень сердилась потом тебя я же не знал что там сидишь для тебя потом повесили на входе что вот если увидите то фотографии меня повесили на входе они меня повесили на входе извини и таракси мои фотографии висят по лучшим зонам страны ты что тогда написал что там сидит 2000 юристов там из этих двух тысяч человек который там сидит там же сотрудников то не знаю я в свое время мы пытались посчитать у меня получилось примерно 120 человек те кто имел отношение к следствиям и кооперативной службе там стиль сам все не считаю сотрудника правоохранительных органов это вообще по сути должна гражданская служба написали мы для них рефераты почему ценятся люди с более-менее нормальным почерком на зоне потому что они пишут обучающимся в синусом рефераты потому что они сами компьютера не знают что ой далеко не все далеко не все ну ну как ну почему всплывают эти истории с видео ну потому что все что касается организационной техники делают зэки которые более или менее что-то понимают компьютера потому что ну представляешь на человек вырос маленьком городке в деревне дома компьютер может и был на нем играл там в танчики и скачал порно а тут раз ему говорят а вот здесь вот ты будешь печатать буквы буквы же писать надо говорит печатать это же надо нажимать это же сложно а много с тобой раза генерал все дела были были генералы были и были такие очень интересные серьезные известные в серых кругах не публичные а ты из серых кругов из прокуроров правозащитники конечно ты знаешь я думаю что мы в качестве фарса наверно повторяем историю начала 80-х в гораздо более фарсовом виде конечно я всем желаю жить долго и счастливо всем всем я абсолютно пацифист пусть все живут долго и счастливо свое хапнут они в любом случае добрый да помнишь вот это вот пятилетка пышных похорон ппп да и все же все же как бы внезапно случалось ну вот ну живут они живут там все знают что у них ультра медицина по тем временам у них все у них все хорошо и мне о чем заботиться они могут совершенно спокойно поддерживать свои тела в нужном состоянии ну тут он дадим ушел 2 ушел 3 ушел а потом раз и страна тоже ушла ведь это же неожиданно произошло в течение но скольки но 82 еще было все казалось бы ну просто фундаментальнейши да просто фундаментальнейши 83 потом уже все и потом 85 пришел а вспомнил 86 87 какой как внутряска уже началась да но я уж не говорю про 87 89 и страшно вспомнить 90 91 на тебе страшно вспоминать ну конечно же уже были очень гады именно тогда ты решил пойти в прокуратуру работать сюда не тогда ничего не решить измом до бороться с новыми русскими вот с этими самыми вот да ты же в лихие девяностые пошел служить я пошел работать следовательно прокуратуры вследствие я даже не думал о том что с какими-то новыми русскими бороться нужно почему почему с ней что с ними бороться мне нравится не ездили на красивых машинах у меня в поселке я сейчас живу там у одного соседа стоит до сих пор на улице 600 мерседес я прохожу любую свечем газете не гуляя они стоишь на рублевке ну почти да она в риге а зачем ты там живешь не там комфортно а сидевший прокурор а правозащитник глава юридического департамента организации руси сидящий от вида это такой образ жизни мне нравится мне нравится тем что я могу сейчас заниматься вещами которым я по душе хотел прилетел берлин к тебе мы сейчас тобой кучу всего но опять задумали кучу всего старого судили это понимаешь если он все реализуем ну со мной вообще точно никто из все больше общаться не будет даже в секретных переписках где-нибудь там в телеграме ах вот так я и узнала что нас еще есть канал какие-то да еще совсем небольшие тоненькие ручки еще оставались ну да я теперь враг там конечно абсолютный враг ну да бог с ним что мы друзьями к ним же никогда какой должна быть тюрьма вообще тюма должна быть ну я хотел бы верить то что может быть какое-то построение думаю нет без тюрьмы но я не могу это поверить я хотел бы но не могу в любом случае нужно будет но что ты будешь делать с теми же самым педофилами с убийцами серийными маньяками что ты будешь делать с казнокрадами и продажными судьями конечно туда конечно туда жалко что мало судей жалко а какой должна быть тюрьма должно напрямую выполнять предназначение виде исполнения наказания наказание решения свободы пусть будет лишение свободы с какими-то определенными ограничениями чтобы человек мог прожить выйти а какой должна прокуратура с тобой страну служим прокуратура как ни странно я бы вернул к структуре советского союза к структуре численности той прокуратуры которая была при советском союзе сейчас это абсолютно надуманный формализованный орган я бы поубирал все спецпрокуратуры это и транспорт и там природоохранная и естественно прокуратура по надзору за исполнением законов исправительных учреждениях это это в первую очередь причем от последних те кто надзирал за колонии и тюрьмами им бы вообще просто причем ты знаешь что они сторонник ли полной иллюстрации но вот этих людей даже юридической профессии в не подпускать к любой даже юрис консультами на предприятиях пусть идут куда угодно все все вот на сто процентов что нам делать со следствием не верю я в то что может нормально функционировать единый следственный орган следствие должно быть в разных органах это создает здоровую конкуренцию естественно нужно возвращать надзор убирать надзорные функции у следственного органа то есть продление срока следствия указания следователем обязательные от начальника следствия нужно оставлять следователя самостоятельной процессуальной фигуры никакого начальника следственного органа быть не должно никакого представителя суда кстати быть не должно это люди которые должны помогать организовывать следствие но следователь должен быть абсолютно самостоятельной фигурой у него должен быть только надзирающий надзирающий человек это прокурор и суд в качестве досудебной формы контроля на стадии предварительного следствия ты конечно догадался следующий вопросе что там делают судом вот сюда и надо начинать вообще по большому счету ну во-первых здесь ситуация очень неоднозначная если начинать говорить о загрузке судей загружены суде искусственно ерундой абсолютно ерундой особенно суде цивилисты суде арбитражные ну скажем если берем состав административной налоговой то судья выносит в месяц примерно 50-60 решений куда это годится и когда начинаешь разбираться а что это за решение это абсолютно ерунда споры которых не должно быть в суде но не должно быть их суде мелочь которая в принципе должна разрешаться внизу каким-то административным органом а в случае если человек в случае если человек этим решением недоволен и оспаривает его вот тогда должна попадать в суд но напрямую перетаскивать в суд всю эту административку дреной конечно нельзя это все надо оттуда убирать судьи резко разгрузится а банкротчики кстати там у них обособленных решений если где-то 90-100 в месяц как они могут решать внутри 3-5 минут на дело как можно туда вникнуть что-то сделать как-то решить естественно убрать фигуры представителей судей судьи в прямую в прямую абсолютно при посторонних людях как называется представителях общественности говорят но мы же согласовывали с руководством это решение или этот приговор с каким руководством и когда ты судье говоришь кстати судим со многим еще общаюсь да ну тут и однокурсники мои с тех с кем работал сохранились отношения и они мне тоже в разговоре говорит руководство какое руководство ты судья нет у тебя руководство скажи пожалуйста с учетом законодательных новаций насколько вы сейчас тобой наговорили лет или рублей ну слово идет прозвучало от тебя поэтому я думаю ты чуть побольше наговорила и того суток 20 я тебе выписал конечно да и я с тобой посидим а